в этом уроке давайте как мы говорили ранее подставим в этот блок видео по нажатии на вот эту кнопку для этого переходим в нашу папку у нас здесь есть файлик jQuery видеоскрипт то есть мы его открываем и вот все что здесь мы копируем мы чуть чуть позже рассмотрим этот код и ставим непосредственно вот наш слайдер джесс в самый низ здесь ставим блок также давайте сразу поставим комментарий напишите вот я написал воспроизведение видео и соответственно это давайте мы закроем есть здесь смотрите что у нас есть ну как бы реализуется функция подставляется есть функция которая подставляет определенный что мой код в определенное место а в данном случае inner html java scripted вот эта функция называется и вот здесь смотрите у нас одна скобочка одинарные и вот где она кончается вот она кончается вы можете поставить любой код в этом кусочке и сюда поставится то что вы захотите видео либо может google карта либо картинка либо какой-то код html что хотите то и появится и в данном случае что меня здесь стоит мне стоит здесь так видео которому задана ширина 100 процентов и адрес этого видео с рц то есть папочки имидж я положил у нас лежит вот этот файл видите с расширением и мы мп4 и здесь стоит чтобы он воспроизводился сразу же при открытии и куда он подставляется вот смотрите здесь стоит . то есть это класс видео центр здесь может стоять любой другой класс куда вы хотите вставить соответствующее содержимое и если посмотреть наш html документ а вот наш класс видео центр где у нас стоит соответствующая кнопка и на самом деле здесь мы будем щелкать как бы на кнопку на самом деле мы будем щелкать на практически на весь вот этот блок если вы щелкните курсор попадет в этот блок то будет воспроизводиться видео кнопка здесь как бы для красоты стоит на самом деле весь блок у нас кликабельный вот этот блок див где находится соответственно видео центр класс дальше смотрим сай 2 картинки смотрим где у нас еще проверим лежит ли видео наше здесь видео вот у нас лежит если посмотреть свойство вот 8 мегабайт mp4 ширина 854 на 480 точек как вы видите ну все сделали файлы пересохранить обновляем страницу жмем на кнопку видео начинает воспроизводиться то есть есть прокрутка есть все остальное при уменьшении давайте проверим масштабируется ли она сидеть она у нас масштабируется и соответственно назад увеличивается то есть мы вставили видео которое хранится в mp4 теперь давайте сделаем вариант чтобы видео грудилась у нас с ютюба нам нужен непосредственно код видео ну где его взял вот я зашел пример вот в youtube здесь официальное видео по текущему вопросу и в данном случае я жму поделиться html код и вот у меня появляется и фрейм который я могу скопировать и ставить данное видео то есть я его копирую и ставлю соответственно в java script вот здесь мы можем заменить ну давайте видео оставим как есть чтобы у вас был и такой такой вариант поэтому я это продублирую вот здесь первый блок давайте закомментируем то есть я здесь уберу конец комментария здесь соответственно начало вот это у нас закомментировано и вот место вот этого кода я поставлю а если вы как бы без интернета то этот код лежит у вас в папочке если вы подниметесь и найдете текст пол где находятся тексты по нашему сайту которая можно было отсюда копировать либо с фотошопа то здесь самом низу вот это видео которое я только что и скопировал то есть возьмите его отсюда как вариант и соответственно ставим его вот сюда здесь аккуратно чтоб скобки не убрать одинарные то есть от треугольный до треугольной скобки вот это убираем и сюда ставим соответствующий кусочек с youtube и также здесь все таки надо убрать длину ширину ширину и высоту потому что у нас видео по замыслу должно масштабироваться и при отсутствии этих параметров она будет у нас масштабироваться то есть пересохраняем обновляем страницу и смотрим как сейчас он будет уже работать вот подгружается видео с youtube а правда немножко не тот размер который нам нужно но сейчас мы это исправим и вот я жму если у вас есть соединение с интернетом то загружается соответственно этот файл теперь давайте сделаем его чтобы он был больше и масштабировался при уменьшении это мы реализовали прошлой части предыдущего курса когда у нас карта стояла сбоку и мы это масштабировали вот код можно взять оттуда посмотреть как он работал у нас давайте это посмотрим то есть переходим то есть переходим в папочку сайт 1 открываем наш индекс то есть вот здесь у нас карта была масштабированная которая уменьшалась и которая видите растягивалась то есть этот код как я и говорил нам подойдет также и для видео с youtube чтобы увеличивать либо уменьшать его класс этот уже написан его в принципе надо только подключить давайте посмотрим какой класс там участвовал то есть я жму f12 в гугл хроме вот открывается окно где мы можем смотреть стили и соответственно уберем вот здесь на вот эту кнопку слева сверху в этом блоке и если навести на то есть наводим на вот этот левый блок вот в этом варианте и сразу за ним просто у нас идет следующий блок и смотрим вот здесь раскрываем вот наш блок о компании и вот у нас стоит видите фрейм карты и выше стоит блок диф и стоит класс вот этот класс мы в прошлой части курсы описывали чтобы чтобы карта у нас была резиновая и растягивалась поэтому вот этот класс можно скопировать и соответственно вот наш блок видео с которым мы сейчас работаем и вот вот этот блок у нас в него будет подставляться видео как я раньше говорил и у нас находится под классом видео центр и соответственно в этот блок мы ставим вот этот класс map.ifr пересохраняем документ обновляем страницу обновляем страницу ну вот видите теперь видео грузится на весь экран максимально широко и при уменьшении соответственно смотрим оно у нас будет масштабироваться если нажать control минус то есть как бы наехать на этот блок то как вы видите видео в принципе не растягивается остается где-то по такой ширине то есть вертикальный блок у нас преобладает высота почему потому что у нас нужно прописать высоту немножко другую чем для видео которое мы ставили давайте это и сделаем то есть если посмотреть в наших стилях css вот если этот класс map.ifr найти у меня он в 304 строчке здесь стоит 58 процентов это было приемлемо для блока с видео которое грузилось непосредственно с нашего сайта а здесь надо было уменьшить пропорции в ютюбе немножко другие ну давайте здесь поставим не 58 а 38 на 20 процентов меньше и теперь посмотрим что у нас получится нажмем control 0 ну вот теперь она нам больше подходит по пропорциональности ну вот теперь она нам больше подходит по пропорциональности и соответственно при уменьшении идет как мы видим масштабирование из того чего мы добивались дальше слайдер джесс вернем давайте вернем видео то которое у нас грузится без интернета чтобы мы не зависели в этом от интернета то есть здесь вернем комментарии вот сюда и здесь тоже то есть раз закомментируем это а нижний блок наоборот здесь я уберу здесь тоже уберу пересохраним пересохраним обновим ну вот теперь грузится наше видео которое у нас стоит непосредственно единственное что мы здесь уменьшили размер нашего блока в процентах мы для карты это делали а для видео его наоборот надо увеличить потому что снизу вот здесь теперь не видать прокрутка то есть видите для одного видео с ютуба у нас немножко одни параметры настройки для видео которое грузится мы как бы должны изменить его на другое то есть здесь у нас 38 а у нас стояло здесь 58 процентов поэтому если у нас будет видео непосредственно с в нашей папке то здесь давайте вернем как и было на 58 процентов и так же в индекс html здесь вот этот класс нам не нужен и он немножко искажает показывать не то что нам нужно поэтому я его вырежу и закомментирую чтобы если что вы могли его применить и поставлю его вот здесь вот сбоку также вы здесь можете написать комментарии ну для чего он вам нужен то есть он нам нужен если вы будете ставить здесь видео с ютуба вы его ставите непосредственно вот сюда также здесь вы в цсс меняете 58 чтоб ширина окна изменилась мы изменяли на 38 там 35 процентов ну давайте теперь пересохраним посмотрим все мы вернули бы на исходные позиции вот так у нас сейчас обновляем есть прокрутка снизу сразу уже то что нам и нужно и при уменьшении у нас видите это это видео смотрится тоже хорошо сделайте то что мы делали дальше мы живоскриптом пока остановимся ничего делать не будем дальше мы поговорим немножко про оптимизацию кода то есть как почистить например стили css которые нам не нужны но которые у нас скопились также поговорим как сделать так чтобы на маленьком разрешении подгружалась у нас другая картинка то есть например если мобильный телефон будет 300 пикселей у нас также грузится вот в слайдере большие картинки и они занимают довольно таки большой размер а у телефонов скорость загрузки конечно меньше это мы это мы будем делать в следующем уроке сохраните то что мы делали и переходите к следующему уроку и и и и и и и и и